Во имя Отца и Сына и Святого Духа, Евангелие от Иоанна, 8 глава, 43-44 стихи. Почему вы не понимаете речи моей? Потому что не можете слышать Слово Моего. Ваш отец дьявол, и вы хотите исполнять похоти Отца вашего. Он был человекоубийцей от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи. Когда мне впервые дали Библию, я прочитал первый стих, который я запомнил, 8-44. Ваш отец дьявол. Я понял, что речь идет не о евреях, а обо мне. Потому что тот мир, в котором я живу, на каждом шагу ему надо обманывать людей. А чем вызваны эти слова были? Мы сейчас прочитали 47-й стих. Еще раз послушайте. Оказывается, вызвали на это Иисуса Христа. 47-й стих. Кто от Бога, тот слушает слова Божии. Вы потому не слушаете, что вы не от Бога. Это говорит людям, которые молились Богу. Они знали, есть единый Бог Ягова, Яхва, который открылся израильскому народу. Открылся он через Абрааму, 12-3. Они обрезаны, они исполняют субботу, строго сидят за правилами. И вдруг ваш отец дьявол. Они отходили и сразу, дальше читая следующий стих. Они поняли, что это не добрый человек Христос. Как так? Вот кто-то сейчас бы зашел, патриаршее служение идет и сказал бы, да ваш отец дьявол. Или к нам придет, когда епископ был и священник. Мы-то тут незначительные. Но ведь речь идет о целой стране, единственной в мире народ, который знал живого Бога. А сколько было наций? В то время, не знаем мы, но сохранилось данное, что 2896 на речи было. И вдруг этот единственный язык. А какой язык сейчас? Ну, при Вайлонской башне смешались, считается так, что еврейский, только там в изменной форме, сохранился именно этот язык. Следующий, 49 стих. Иисус отвечал, во мне беса нет, но я чду. Нет, пропустил. Они ему что сказали, 44, а потом 45. 48. Да, да. На это иудеи отвечали и сказали ему, не правда ли мы говорим, что ты самарянин и что бес в тебе? Самарянин знает, что он родился. Тут Иосифа считает отцом, матерь Мария. Самарянин это другая нация. То есть, как-то ужалит посильнее. Неправильное твое происхождение. И у них по сегодняшний день, я все время разговаривал, говорю, а как считаете Иисуса? То есть, они что только можно собрать? Все собрали. В первую очередь, а она не девственница. Дальше. Родила без мужа. А по еврейским законам ее надо было побить камнями. И притом не от еврея начала, а от захватчика римского воина. И не просто от воина, а от беглеца дезертира. То есть, они до конца уже выбирали, выбирали. Но более отрицательно нельзя, потому что коммерчес какой-то уже должен быть. Бес в тебе. А Господь отвечает. Иисус отвечал. Во мне беса нет, но я чту отца моего, а вы бесчестите меня. Давайте вот об этом задумаемся. Слово Божие осталось такое же, как сегодня. Оно не изменяется. Прямая речь идет. До запятушки все сохранилось. И вдруг без в тебе. А ведь они это применили все к христианам. Мне много приходилось беседовать с разными национальностями. Просто очень много. И вот буквально нигде нет единства. В одной только Америке 21 тысяча разных наименований называется деноминацией конфессии. Но в каждой конфессии, то есть отдельно, которая называется по-другому как-то, вот, слово или древнее там, или дом хлеба, что-то по-другому. Иначе тебя регистрировать по данным названиям не будут. И что получилось? Получилось, что в каждом, там, еще разнарядка идет несогласия. А где? Нигде нету. Оказывается, нигде этого нету. Это будет только на небе. Когда будут те же исчезнования, что во Христе Иисусе. От Адама до потопа прошло 1656 лет. Можете запомнить, записать. 1656 лет. Ну, просто, вопрос этого, 721 год, они строили Вавилонскую башню, и Бог смешал языки. Разные языки. Вот это Вавилон, смешение языков, так переводится. А день Пятидесятниц, это соединение всех языков в один язык Господень. И оно прямо в каноне, это все упоминается и говорится. Я сегодня несколько мест Писания хочу чуть-чуть пояснить, потому что всей глубины мне не открыто. Я думаю, на этой земле Бог просто не открывает. Потому мы как испугаемся. Я в какой семье мир. Между правителями и подчиненными. Между моими начальниками, тех, которые ниже. И считаешь, там перевороты везде. Ну, нет нигде. Почему? Почему? Ложь. Ваш отец дьявол. Это как облако тьмы покрыло буквально всю вселенную сегодня. Мы говорим, что нам Бог открылся. 14.6 Евангелия от Иоанна говорит. Я есть им путь, истина и жизнь. Прочитаю несколько мест Писания. Так, 27 стих. В этой же главе, 8. Не поняли, что Он говорит им об Отце. Не поняли. А говорил прямо открыто. Почему вы не понимаете речи моей? Не хотите. Он говорит на родном языке, с тем диалектом, который у них. А они не понимают. Совершенно не понимают. Я разговаривал с мусульманами, когда очень много. Они никак не могут понять слово Троица. Почему? Это не дано. Это не два, не три человека, а два миллиарда. А как выйти из этого? Дух Святой только открывает. Нам бы тоже, если не было открыто. Бог Отец. Бог Сын. Бог Дух Святой. Ну, ясно, что три. И три свидетельства на небе написаны. Но три это единое, не раздельное, не слиянное. Нам Святые Отцы подали уже в готовом виде. И мы так и должны считать этот символ веры. Понимать можем только в тех рамках, которые Господь открыл Церкви Своей. И мы сейчас посмотрим, как ветскозаветные люди не понимали. И как им Бог через пророков открывал. И пророки их упрекали. У вас есть уши, но не слышите. Это не просто глухота. А вы слова понимаете, слышите, но не даете им места, чтобы поверить в это. Есть зрение, но вы не видите. Притом это многократно. Посмотрим. 5.43. Евангелия Тяна. Я пришел во имя Отца Моего, и не принимайте меня. А если иной придет во имя свое, его примите. Слово иной, это речь идет об антихристе. Он когда придет, нерадословный, потому что седьмого колена блуда будет. И мать у него блудится, и бабка, и прабабка, и прапрабабка. И он родится. Самый нечестивый человек. То есть человек, который будет руководим дьяволом. И убедить никого нельзя в это время будет. Если будет одна вера на земле, а вера написана языка, племень, потребует. Вот все это, что сегодня, это все будет закрыто. Вы, уходя отсюда, прощайтесь каждый раз. Сегодня об этом прямо переполнено в интернете. Это все будет закончено. И это рядом, рядом уже стоит. Почему? Где религии, там несогласие. Где границы, там несогласие. Государства воюют. Убрать границы, сделать одно государство во всем мире. По-человечески правильно. Но по-божески это сделать иной придет. Во имя свое. Его все примут. И будет выдавать себя не за человека, а за Бога. Будет такие чудеса творить, что мертвых воскрешают. Но как написано, призрачно. На самом деле, мертвец даже не пошевелится. 12 глава 39-40. Потому не могли они веровать, что, как еще сказал Исаия, народ сей ослепил глаза свои и окаменел сердце свое. Да не видят глазами и не разумеют сердцем. И не обратятся, чтобы я исцелил их. От этого есть исцеление. И вот, когда смотришь, думаешь, вот такие люди знатные. Кто мы-то против них-то? Они обладают всем. Большой властью. Столько грамоты. Выступают. Вот я смотрю. Прямо кажется, только-только слово сказать. Слова Христа с нигде нет. Опыт, который был. Какие-то правители приходили. Он так и считает. Где мир? Во Христе. Во Христе можно мир установить. Сегодня прям. За час можно сделать. Почему? Убояться Бога. Я напоминаю о том, что в трудной обстановке попали, как говорим мы, вызвали в армию, на фронт. Наши три человека, известные с нами. Никита, Александр и Максим. И мы молимся каждый день, каждые два часа. Взываем и взываем. Вы просто возьмите на руки себе этих людей. Чтобы истинное духовное рождение получили. Чтобы не были убийцами. И чтобы вернулись здравыми. Чтобы родители радовались, что молитва услышана. Мы по-другому ничего не можем сделать. Нам Господь показал, где путь. Лука 24, 32. И они сказали друг другу, не горело ли в нас сердце наше, когда он говорил нам на дороге, и когда изъяснял нам Писание. Очень много, значит, сердце будет подсказывать. Как это должно быть, мы не знаем. Но Бог на сердце полагает. Вот будет такое-то. Вот мы не знаем, что пророк Илья вот такой-то был. А у евреев существует еще и предание. Родители вышли, когда ребенка поставили, как он нашел в коляске там, в кроватке где-то. И видят ангелы, пеленают его огненными пеленами и кормят с ложечки огнем. Чтобы было понятно. Огонь этот Бог дал. И поэтому он весь Израиль потрясал. И явится во второй раз на эту землю. Господь, когда перед ним придут два пророка. Илья, Енох и Илья. 45. Хорошо. Тогда отверз им ум к урозумению Писания. Вот как. Надо, чтобы Бог отверз ум к урозумению Писания. Так а мы же знаем где. Мы знаем от счастья, как сквозь стук, сквозь стекло. Бывает затмение солнца. Нужно закоптить его. Ну и на солнце смотреть, чтобы глаза не вырезало где-то. И вот так. И открывает ум к урозумению Писания. Писание – это жизнь. Писание – это путь. Я говорю, путь – истинная жизнь. И поступающий по слову, если Бог дает откровение, этого человека нельзя никуда увезти от православия. Он твердо держится, знает, что эта вера из тех, которые сегодня есть, меньше всего имеет в себе ошибок. Я не говорю, что нет их. Это, ну просто добавлено, златоустая еще там было сколько. Дальше. Исход. 4 глава, 10 стих. Видите, сегодня как сделали. Братьев попросили поставить вот как вот пипитер этот, и чтобы книгу держать можно было. Ну вот так делали. И сказал Моисей Господу, О Господи, человеки они речисты, и таков был и вчера, и третьего дня. И когда ты начал говорить с рабом твоим, я тяжело говорю, и косноязычен. Косноязычный, то есть заика. Бывает, человек говорит, он, а второе слово заикается не может. И Моисей думал, что это поможет ему, чтобы не выйти на опасное поприще. А Господь ему отвечает, у тебя, брат, есть Аарон? Ну, я тебе буду говорить, а ты ему будешь пересказывать. И у него речь чисто такая, литературная, он все будет говорить как надо. И поэтому, никогда не ропщите, или не говорите, что я не могу, как вот своими словами, молиться у пауссанных не принято. Начинайте молиться. Вот у нас люди, которые пришли от баптистов, там, от адвентистов, они молятся заметно, не как те, которые никогда не слышали. Они открыто заявляют Богу, что мы перед тобой предстали, очисти, омой, убили, вложи, позволь высказать дальше. Нам Господь сегодня вот это все открывает через слово свое. Никогда не бойтесь того, что я не знаю, я неграмотный. Господь сделает, будешь грамотный. Что-то услышал с детства, что-то сейчас слышит здесь, на собрании, тем более сегодня, сколько было пленки у нас, там, можно было слушать где-то. Никогда не ссылайтесь на свою неграмотность. Первые люди вообще неграмотные были, а Господь как им говорил? Ну и говорит, никто не слушает, а оттуда, знаете, у Евы написано, они говорили, отойди от нас. Ему, который ковчег сто лет строит, сто лет. И, наконец, пошел дождь, поднял корабль, все остальные утонули. Мы сегодня знаем, как было в одни Ноя, так будет перед пришествием Иисуса Христа. Когда будет говорить мир и безопасность, сегодня не говорят. Сегодня именно военные показывают, как везут технику. Я сегодня посмотрел, голова закружилась. Это невероятно. Сколько направляется в Европу, чтобы танки сюда загнать. Речь о сотне самых современных танков, такое оружие. И все сегодня это против нас идет. Против нас. Поэтому особая помощь нужна и кто? Главнокомандующий, и патриарх. Ну, просто где-то сократите свой сон немного. Встаньте, воззовите, чтобы Господь их сохранил. Потому что не просто люди говорят, а готовы буквально живем уничтожить. А мы должны молиться за всех. Мы вот каждый день молимся, поминаем президента, который в другой стране, который рядом. Нам дано право молиться. Господи. Иногда даже только начинаешь говорить, и Бог все это выполняет. Как-то делается даже страшновато. Он живой Бог? Мы же просим, когда погода бывает или что-то. Гости где-то в трудных обстоятельствах. У нас один человек принимал крещение в Потеряевке. И вот он едет, а с собой берет вот эти красные четыре Евангелия, и все снимает, и все свидетельствует, и как люди принимают. И прямо случайно остался живой, иначе бы раздобил его репешку. Сзади огромный грузовик, другой он то ли в это время в сторону отвернул, или как. Все наши братья, которые путешествуют, мы не знаем даже имена где. Господи, помилуй их. Некоторые в больницу издалека едут. Ну, я имею очень большие связи, не каждый даже знает, что такое. Вот я был когда в Нью-Йорке, то, который, вот Иларион стал у нас как первосвятитель, и он узнал, что я беседую с баптистами, он сам в машину поехали. Да тут рядом где-то, к 1-м, там 80. Рядом. К баптистам беседовать, обращать к истинному православию. Видите, как люди ревнуют об этом. Я выступал рядом, митрополит Виталий был. Сколько я заметил тут молитвенного Духа в нем. Я только остаюсь с микрофоном, он из столпы там, которая сядет, выходит, у меня микрофон отбирает, говорит, я же вам говорил, что так, вот наконец приехали из России, говорят это. Мы даже на это внимание не обращаем, но когда на нашу молитву Господь отвечает, мы видим, Господь рядом, рядом, чтобы мы это знали, чтобы мы Его голос понимали. Друг друга мы можем где-то и недопонимать, переспросить, а Бог отвечает два, а целый три раза. Первое царство 2.23. И сказал им, для чего вы делаете такие дела, ибо я слышу худые речи о вас от всего народа Господня. Это первосвященник, у него там, ну по нашему патриарх, сыновья митрополиты, приходят, поклоняются женщины, они с ними при входов скинью спят, и то, что Бог в жертву люди приносит, они туда лезут, мясо первое вытаскивают, и он говорит, что ж вы делаете, дети, такой слух о вас идет. А златоуст говорит, он за них пострадает. Нужно было что делать их? Связывать, избивать и выгонять. Запомните. Связывать, избивать и изгонять. Но он только говорил, поэтому вместе с ними сломал шею, упал с сего и седалища с патриаршего там, так и было. Они не понимали друг друга. Он говорил, дети, молва идет по всему народу. Как же вы себя ведете? Мы должны всегда помнить, наши соседи, близкие, которые нас знают, они знают, что мы христиане. Нигде не говорится, не произносите даже слова, которые сегодня там запретное что-то. Мы молимся. Это право от нас, никто никогда не отнимет, даже если будет запрет, выйдет. Нееме 8.8. И читали из книги, из закона Божия, внятно, и присоединяли толкование, и народ понимал прочитанное. Первый раз это такое. Я сегодня неделю, почти я все, занимался переводом Библии. Какие были переводчики, какое было препятствие, как это, то, что переведено, изымалось, изжигалось, нас их наказывали, не допускали, чтобы знали. А спрашивают, а в Греции, то все-таки мы из Греции получили. Там патриарх стал вратовать, чтобы наградной греческий язык. И они его задушили. Убили. Другой, который проходит лет 30, знает все языки, которые там древние, надо сразу же сослали в Сидесяц, и в Сибирь его сослали, и там умер. Из Греции. Это везде было такое противодействие, чтобы слово Божие не достигло нашего уха, сердца. А мы должны думать, почему-то некоторые у нас есть родственники неверующие. А почему? Мы ничего не слышали. Вот что мать сказала, нельзя. Вот это и все. А мать-то еще сказала, когда Евангелия не было, считать не читали. Она только загадывала, мать загадала. Я правильно или неправильно, что мы нашли, что надо священство принять-то. А как? Пчелами занималась. И она на каждого из наших детей, это ее детей, по одной колодке называется улья. Она у меня досталась, я делал там, такое. Кошка залезет. И она поставила, только она завтра пошла подложить-то полную. Она говорит, как так? День-два прошло, и полная. Она опять выкачала мед, опять поставила, и опять полная, заполненная все, как будто бы другие пчелы слетаются. И тогда, откуда вся вера шла с соседнего села, у Рыбки-то, она говорит, пойдем туда, я еще раз спрошу. И тогда приняла священство, ну, по-сарабрящески, здесь, в Барнауле. И умерла по-христиански. Даже вот, а что, разве можно так загадывать? Мы знаем, Герон не знал, как воевать. С такой малой армией, как можно? И вот тогда вот я шерсть растелю, если везде будет сыро, а роса не пойдет на шерсть, вы помните как. А в другом месте наоборот, здесь будет, а там будет сухо. И Бог дважды выполнил, притом просил разного. И поэтому, если по-другому никак нельзя, с кем-то посоветуйтесь. Одна сестра тут наша говорит, у меня замерточила икона, наша прихожанка. Я говорю, что, ну, я не знаю, что, у вас далеко храм здесь ездит? Сходите туда, отдайте им. И больше ничего не надо. Нам многое Бог открыл. Не будем за этим гонять. Сила наша в слове его. И 13 стих. На другой день собрались главы поколений от всего народа, священники левиты к книжнику ездри, чтобы он изъяснял им слова закона. Слова закона надо изъяснять. Это не просто. Это надо знать было. И при том толкование в первый раз встречается здесь. Языки разные. Вот я говорю разные языки. А кто сколько знал? Ну, бывает два языка, три знают. Один кардинал знал 78 языков. Это уже рекорд, которого никто никогда не понимал. А зачем столько? Господь знает зачем. Однажды прибыли, говорит, тут от чеченцев и допустили до папы. А подходить к папе нужно только, говорит, на коленях было. Один, говорит, до того, в противном, прям укусил бы его за ногу. А этот как раз ответит язык и знает. Маленький народ. Он сразу, стоп, повернули назад, до свидания. Вот ты не знаешь, когда что сгодится и как Бог открывает. Я разговаривал с таким человеком такой, ну, у него какие-то знания были, конечно. И когда на него напали там немцы, я, говорит, ну, хватился за штык и по-немецки ему сказал, если ты меня убьешь, тебе домой не вернуться. И вот, значит, плен взяли, стали допрашивать, я, говорит, ни одного слова не знаю. Как не знаю? Так вот он стоит, говорит, я, говорит, сразу отдернул штык назад и, значит, это свой, наш немец. Вот как Бог, я-то сам свидетель, с этими людьми разговаривал, и я верю в это. Бог силен это сделать. И от всякого народа приятен Господу человек, который слово его переводит, доносит. Аввакуум 2-2. Сейчас несколько мест еще. Да коли Господи, 2-2. И отвечал мне Господь и сказал, запиши видение и начертай ясно на скрижалях, чтобы читающий легко мог прочитать. Видите, как важно. Я вот пишу, я сам после этого едва прочитать могу. А Господь дает вот такое. А зачем говорит? Да потому что такие писаря были. Как одному говорит, говорит, ты напиши мне письмо, так я не могу, нога болит. А при чем тут нога? Так письмо-то донести надо. Да мы отнесем. Да конечно, напишу, никто не прочитает, кроме меня. Вот я все к себе отношу. У меня почерк никакой. Печатными буквами. И все-таки, если мы пишем Слово Божие, сделать его внятно и написать, и подтвердить, и свериться. Деяние 751. Жерстаковыеные люди с необрезанных сердцем и ушами, вы всегда противитесь Духу Святому, как отцы ваши, так и вы. Он говорил, они слушали его, Степана, и вдруг резко речь переменул. Вы всегда и отцы ваши были такие, вы всегда противитесь Духу Божьему. Все, сразу побили его. Хорошие речи, приятно слушать. Но иногда вот святые поступают так вот, такой поворот. Исайя 44,18. Видите, во всяких, во всех пророках было, что не понимали, они упрекали их. 44,18. Не знают и не разумеют они. Он закрыл глаза их, чтобы не видели, и сердца их, чтобы не разумели. Так а при чем тут, если Господь закрыл? Господь выражается. Без Его воли я не могу никак это понять. Это невозможно. А почему противятся люди неготовность? Всякий, делающий добро, идет к свету, дабы явно были дела его. Делающий злой, ненавидит свет и не идет в свет, и дабы не оборужились дела его. Это все теперь от нас зависит. Мы сейчас по слову Божию увидим. Значит, ты не знаешь, Ереме 6,10. Живи правильно и молись, если Бог откроет еще больше. Кому мне говорить и кого увещевать, чтобы слушали? Вот, ухо у них необрезанное, и они не могут слушать. Вот слово Господь у них в посмеянии, оно неприятно им. Вот и все, неприятно. О чем угодно говори, будут слушать, поддакивать, на как только заговорил, вот я показываю, когда разговариваю в интернете, ну и крестик, только показываю, сразу самор, сейчас человек, прямо видно, что он бесноватый. Крест только увидит, а я на крест пальцем показываю, говорю, мы говорим о любви Божией, как он отдал свою жизнь за нас, прямо визжит, не хочу слушать. Молодые люди, а почему? Грех. А другой, вот сегодня же меня Господь наградил таким человеком, я думал, лет 18, ему 14 лет, каждое слово расспрашивает, записывает. Ну и после этого все материалы даем, проходит день-два, уже с нашим интернетным сообществом, вместе молятся, знаем их нужды. У нас уже опять готовятся люди к окрещению. Наших избирают, кто будут поручителем. Так что вы тоже об этом молитесь, новые души приходят. Это мы со всеми не встречаемся так. Вот брат, допустим, начал тогда эту беседу первую, и все знают, брат наш первый основал, и вот это у нас пошло по обществу. Каждые два часа проходят, у нас дозвон идет, с разной стороны, и все молятся. Вот сейчас готовим к изданию, вот-вот начнется выпуск трехтомника. Конечно, большие затруднения, все, но Господь как-то сделал, тоже помолитесь, и средств не хватает, и люди просят, потому что более чистого учения, чем православное, нету, с блаженным пепелактом, толкование. Михея 4.12. Но они не знают мыслей Господних и не разумеют совета его, что он собрал их, как снопы на гумно. А снопы на пыль, зачем молотить будут. Ты не хотел слушать? Нет. Мне приходилось разговаривать с главными, главной атеистом Алтайского края по религиозным культам, и он, сосед поди, с нашей сестрой живет где-то, слушать не хотел. Краевой администрации, и когда наши сестры ходили, добивались разрешения, чтобы нас допустили в дом инвалидов, священникам мы приносим бумагу оттуда, которые руководство не против, чтобы причастить. Он тоже не против. Но когда говорит, а так как фамилия тебе? А наша сестра и назвала мою фамилию. Он в уху в сала начал бегать. И ни под какие виду уже не допустили. И люди умерли, не причастившись. Я потом встречался с ним. Почему? Стоит в церкви молится. Видите как? А почему? Так у меня мать верующая за меня молилась. Я в финской войне был, остался живой. Но почему наши это не допустили? Мы же священника просили, чтобы прихрестили, ты сказать еще не можешь. Поэтому следите за собой, лишнего слова не говорите и где можно посетить, чтобы не быть бесплодными. Притча Соломона, 28, 5, 6. Злые люди не разумеют справедливости, а ищущие Господа разумеют все. Лучше бедный, ходящий в свои непорочности, нежели тот, кто извращает пути свои, хотя он и богат. Он богат, он не слышит ничего. Ты меня не учи. Я вот попал здесь в больницу краевую, в коридор вышел, подходит человек, мне сказали, это профессор. И наш брат, который там, в краевой больнице, говорит, он о вас слышал и хотел встретиться. Стали говорить, он говорит, это вы свои слова-то можете говорить, я цитирую Библию, а я говорю, а я вас узнал. Вы еще в раю, когда мы с Евой подходили. Вы хотите меня выбросить за граду, а дальше-то я уже никакой буду. Понятно? Лучше божественная мудрость, чем самобытная глупость. Какую фразу хорошо знаешь, ты скажи, Господь ждет покаяния. Кому бы ты ни говорил, ждет. Потому что время покаяния только на этой земле. За гробом покаяния нет. Говорят, а какие-нибудь есть доказательства, что человек был там? Пока нет. Мы до конца не знаем, как, но Писание не дает основания никакого. А вот заметь, как умрет человек, тут бегают, платят, заказывают девятины, сороковины. Так, римлянам 8-7. Потому что плотские помышления суть вражда против Бога. Ибо законы Божьи не покоряются, да и не могут. Не могут. Плотское. А как перейти на божественное, на духовное? Уповая на милость Божию, так и говорить, Господи, вот это видимое, все временное, не успеешь глянуть, как кончилось. Я уже и так, сколько потерял в этой жизни? Ну, под старость хотя бы, Господи, позволь мне тебе послужить. Я родным, близким, детям, соседям, я постараюсь сказать о твоем скором пришествии. И вот будут смуты, моры, глады, землетрясения, брат на брата восстанет. Мы вплотную подошли к этому. Народ против народа, это революция. Старство против старства, это два государства борются. Мы видим, нигде в мире нету. А мы носители мира. А возможно ли применить только верующие? Не верующие только ожесточаются больше и больше. Богу нашему слава, дающие нам понятие о истине. Да вот отверстие наши уши. Принятие слов его. Аминь.